Здравствуйте! Как всегда в пятничный вечер с вами спортклуб и Дарья Анкехова, Степан Посельский. Сегодня у нас вновь насыщенный эфир. Мы сегодня поговорим на три темы. Первая тема это будет кикбоксинг. Вторая тема это игры Дыгына. И третья тема это у нас будет армлифтинг. Очень интересная тема. Обязательно все это обсудим. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Да, вроде бы пора отпусков, но у нас спортсмены, как видите, во все работают. И первые гости у нас уже достаточно знаменитые у нас и именитые ребята, которых я думаю, что все прекрасно знаете. Это наши кикбоксеры, которые вернулись буквально вчера из города Риме, из Италии, из Кубка мира и с двумя золотыми медалями и одной бронзовой. Итак, знакомимся. Андрей Алексеев, главный тренер Республики Саха-Якутия по кикбоксингу. Я вот немного фамильярно, конечно, но Андрей мой хороший знакомый и друг. Знаю его очень много лет уже, можно сказать, да. Так что далее у нас Владимир Колтовской, обладатель Кубка мира, золотая медаль. Николай Винокуров, он же с бронзовой медалью приехал из Италии. И Виталий Филиппов, тоже обладатель Кубка мира. Добрый вечер. Андрей, вы не впервые у нас в студии, мы не впервые поднимаем тему именно кикбоксинга. И, конечно, первый вопрос, но в начале поздравления, примите поздравления, наверное, не только от нас, но от всей Республики. Ребята показали себя очень хорошо. Но и вопрос к вам, к главному тренеру. Ожидали ли вы такой результат и оправдали ли надежды ваши спортсмены? Во-первых, спасибо большое вам и всем нашим... Болельщикам? Да, болельщикам. Ну, я после чемпионата России в мае вместе в Калининграде сразу ребятам Вадиму и Виталию поставил цель поехать на Кубок мира, выиграть. А Коля Винокуров на том чемпионате стал чемпионом России. Единственная золотая медаль, кстати, у нас в сборной. Должен был готовиться на чемпионат мира, который пройдет осенью. Планировали в Бразилии, потом перенесли в Венгрию. Но в последний момент из Москвы нам сказали, чтобы Винокурова тоже на Кубок мира взяли. И в последний момент его взяли тоже. И троих ребят я повез. Ну, можно сказать, ребята оправдали полностью все мои ожидания. Вадим и Виталий стали чемпионами. Но Коля стал бронзовым призером. Но он, как я понимаю, не был полностью готов, наверное, к соревнованиям. Потому что готовился в группу. Да, после чемпионата России он расслабился. Я ему дал время отдохнуть. И как бы спад пошел. Потом резко не успели заново набрать форму. Вот так скажем. Да, ребята, еще раз поздравляем, конечно. Вадим, ты у нас уже, я не знаю, сколько у тебя медалей, сколько у кубков. Но вот такой кубок, я думаю, что украсит любую полку любого спортсмена. Доволен ли ты своим результатом, выступлением, с кем бился? Насколько уверен был вообще в своих силах. Сколько боев провел, да. Спасибо большое. Ну, такой реально кубок у меня впервые. Такой красивый. Ну, как сказал Андрей Алексеевич, мы начали сразу готовиться после чемпионата России. Сильно. Там провел три боя всего. Первый его боксировал с французом. И последующие бои были хайзева этих соревнований. То есть итальянцы были, да. В финале я выиграл уверенно своего оппонента. После первого рандо он уже отказался со мной боксировать. Не знаю. А это в финале? Да, это в финале было. Уверенная победа. Да. А что касаемо Николая? Я провел два боя. Первый бой с грузинским боксером. И второй бой был у меня с итальянцем. Ну, предпочтение, наверное, хозяев ринга. Ну, судейским решением, в общем, да? Да, судейским решением. Ну, сам доволен вот этим результатом? Или все-таки хотел золото? Хотел золото. Какой спортсменник очень золото. Но тем не менее, бронзовая медаль тоже неплохой результат, в принципе, да? На таких соревнованиях, да? А у Виталия какие бои были? Я провел три боя. Первый бой был с грузинским спортсменом. Второй бой поляк. Третий – это француз. То есть финал, да? Француз. Ну, достаточно представительный, да? Как мы видим, да, много стран было. Вообще, расскажите, пожалуйста, про турниры, да? Сколько стран участниц, сколько участников было? И вообще, насколько… Какая публика была? Много ли людей? Да, очень много участников. Около двух тысяч было. Это по всем разделам кикбоксинга проводился кубоксинга. Ну, вы один из самых жестких разделов, как я понимаю, фулл контакт с лоу-киком, да? Это ринговые разделы, три ринговых раздела. Фулл контакт, фулл контакт с лоу-киком и К1. Вот три ринговых раздела. Остальные на татаме проводятся. Это лай-контакт, семи-контакт, кик-лайт, сольные композиции. Но более такой… Очень много разделов, очень много весовых категорий. И из-за этого слишком… ну, не слишком, а очень много участников, как праздников. Настоящий фестиваль кикбоксинга, да? Да, да, да. И там взрослые, юниоры, младшие юниоры, три возраста еще. Ну, и, конечно, про зрелищность здесь, наверное, и обсуждать не надо, да? Да, ну, очень эмоционально насыщенные соревнования. Человек, если по-честному, устает. А, ребята, у вас какие впечатления остались от Римени, от прекрасной Италии? Что-нибудь удалось посмотреть, впечатления какие остались? Ну, да, я давно мечтал съездить в Италию. Ну, особенно в Риме побывать. Как раз с нами это получилось. Сидеть в Рим после соревнований. Через Рим, да, ехали? Нет, после соревнований съездили на экскурсии. На один день. Ну, город реально красивый там. Ну, а вообще, вот в плане ваших соперников, ну, вы же только, как бы, соперники-то во время только ваших боев, а помимо этого, вот как вы общались, как вы проводили время, возможно, может быть, обзавелись новыми знакомствами? Ну, во-первых, я за ребят скажу, во-первых, самая трудность для всех спортсменов, это сгонка веса. Борьба с самим собой, борьба с весом. Они делали вес. Это самое сложное. Там соблазнов очень много. На улице выходит везде еда, везде пицца, везде это. Паста, да? Да. Ну, после соревнований, наверное. Да, да. Очень трудно было им вот это преодолеть. Ну, благо, климат жаркий, и вес гонять так более-менее. Неплохо, да? Да. А скажите, пожалуйста, вот, извини, пожалуйста, да, Даша, я вот смотрю, ваши ребята с вами уже на протяжении многих лет, да, под вашим руководством уже добиваются вот больших результатов. Вот хотел у вас спросить, как у вас дела вообще, чем занимаетесь? Я вот вас знаю уже, знаю еще со студенческих лет, да, вот, а сейчас вы закончили университет, да, работаете. Да, вообще, в какой сфере работаете? Ну, я закончил учебу в средней специальности, это торговка на школе, на профессию технолога общественного питания. Ну, в данное время сейчас в спорте нахожусь. Будущий шеф-повар. Шеф-повар, да? В данное время работник ШВСМ, считаюсь спортсмен-инструктором. То есть все-таки спорт у тебя стала основой жизни, да? А вот любишь готовить, да? Да, конечно. Какой уникальный человек, да, и побоксировать может, и кушать, приготовить, да? Афелярскую кухню этого узнавал, из-за дела. Набирался опытом, да? А Николай? Вкусно. У вас суп? Ну, как Вадим сказал, он для нас готовит. Когда мы на соревнованиях, он сам тоже нам готовит суп. Также Андрей Васильевич готовит. Все вместе готовим. Я закончил первое свое образование, это сельхозтехникум, специальность государственного муниципального управления. Сейчас, в данный момент, работаю в Министерстве внутренних дел Республики Саха-Якутия. Я закончил ЕГСХ, юридический факультет. Целые два образования, да? Это был ломан стереотип о том, что боксеры у нас такие достаточно неэрикональные люди, да? Ну, Коля, я знаю, как очень целеустремленного человека, который... Два высших образования человека, да? Да. Наконец, ты выиграл золото России, чему я был действительно очень рад. И очень надеюсь, что ты сможешь поехать на чемпионат мира и достойно себя покажешь. А Виталий? Я закончил вот Институт физической культуры и спорта. Пять лет и дополнительно два года мастер-тура закончил. А, Виталий, я знаю, ты пришел из бокса, да, в кикбоксинг. Вот как это у тебя получилось? Вот насколько это безболезненный такой переход был, да? Кикбоксинг и боксинг, это все-таки достаточно разные виды, да? Несмотря на то, что боксинг... Уже давно хотел вот кикбоксингом заняться. Заняться, да? Да. Вот попробовал. Получилось? Стал мастером спорта и в боксе, и в кикбоксинге. То есть в двух видах мастер-спорта. Вот такой достаточно уникальный человек у нас. Мы знаем, что у Николая есть несколько слов, вы хотели обратиться и поблагодарить. Я хотел бы поблагодарить руководство МВД, министра МВД Прокопенкова Владимира Николаевича, также заместителя министра Неустроя Николая и Константин Константиновича Пестерева Алексея Семеновича, это с уголовного розыска республики Саха-Якутия, также начальника муниципального управления Горогуля Алексея Николаевича. Вот, да, очень много слов благодарности от Николая, действительно. И большая благодарность руководству спорта, министерству спорта, руководству ШВСМ Игнатию Александрова Алексеевичу, от нас всех. Да, а какие вот планы, ребята, на лето? Сейчас, наверное, отдых, скорее всего, да? Ну да, сейчас спад надо сделать. Перерыв, да? Да, перезагрузку надо сделать. И следующие крупные соревнования, когда любителям кикбоксинга, что нам ждать? Ну, у Коли будут летние сборы, подготовки к чемпионату мира. Виталий, Вадим, мы посмотрим осенью на Кубок мира и на Кубок России. Но Вадим является вторым номером сборной России, может, на чемпионат мира его возьмут тоже. То есть, а чемпионат мира пройдет в Венгрии? У нас второй номер. Чемпионат мира пройдет в Венгрии? Да. Денис Андреев тоже серебряную медаль забывал, да? И Вадим тоже на чемпионате России. А, кстати, вот кому проиграл Денис на финале России? В финале был заслуженный мастер спорта и спортсмен из Тувы, это Сергей Коржик. Ну, уже долгое время... Знаешь его хорошо. Да, он уже долгое время постоянно первый номер на России. В течение 10 лет. Ну, со счетом 2-1, так. Ну, достаточно такой равный бой был. Да. Ну, будем надеяться, что наши ребята, опять же, на таких турнирах, на больших турнирах будут привозить опять же золотые медали. Вот действительно, какой красивый Кубок, да, посмотрите, пожалуйста, вот из Италии. И скажите, вот молодым спортсменам, да, Андрей, чего бы вы пожелали, как должен... Буквально в нескольких словах у нас остается минута до рекламы. Ну, вот кикбоксинг и не только кикбоксинг, вот все единоборства, это я считаю как инструмент воспитания настоящего мужчины, мужского характера, бойцовского духа, который нам, всем мужчинам, в жизни очень нужен. Вот, ну, призываю всех родителей, отцов отдавать своих сыновей на единоборство, на борьбу, бокс, кикбокс. Спорт, в общем, да. Спасибо большое, дорогие гости. Мы еще раз поздравляем вас от всей души с такими наградами. Но мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Да, через пару минут мы вернемся. Ну что ж, мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». Если вы только присоединились к нам, напомним о том, что у нас прямой эфир. И мы в первом блоке поговорили с вами о Кубке мира по кикбоксингу. А второй блок мы посвящаем предстоящим, долгожданным и, возможно, самым любимым играм Игры Дегена. Да, действительно, Игры Дегена уже стартуют завтра. И НВК «Саха» будет впервые в истории показывать эти крупнейшие соревнования, этот крупнейший турнир в прямом эфире. Не пропустите. Завтра прямой эфир наших соревнований начнется в 18.00, ну а в воскресенье в 12.00. Не пропустите. Ну и сейчас у нас гости, но перед тем, как с ними вас познакомить, давайте посмотрим сюжет. Соревнования по национальному многоборью Игры Дегена уже давно стали визитной карточкой Исаха Туймады. Самые ожидаемые соревнования лета среди лучших атлетов республики неизменно собирают тысячи болельщиков. И победитель этого турнира становится настоящим народным героем. В нынешних соревнованиях, уверены специалисты, интрига будет сохраняться до самого последнего вида. Ведь с прошлого года принять участие в самых престижных соревнованиях многоборцев могут только 12 сильнейших. Это победитель прошлогоднего турнира Егор Филиппов, а также два призера Алексей Козлов и Артем Варданян. К ним по итогам первого отборочного турнира, которые прошли в мае в Якутске, присоединились пятеро. Петр Старостин, Леонид Филиппов, Николай Матананов, Алексей Кутуков и Алексей Иванов. На втором заключительном отборе в местности Артодайду мы узнали имена последних четырех участников финала. Ими стали Джулустан Наговицын, Иннокентий Миронов, Антон Тайтонов и Иван Белолюбский. Спортивные состязания проводятся в местности Исхатын в дни Исеха Туймады 24 и 25 июня. Состязания проводятся по семи видам. В первый день будут проведены соревнования «Юстегуль-Юс», «Тутумер-Гир» и «Мастер-Дыгы». А во второй день атлеты будут выявлять сильнейшего в стрельбе из лука, беги на 400 метров, борьбе хапсагай и поднятие камня. Замечательный сюжет. Мне кажется, ну кто вообще не знает, что такое, могли воочию сейчас посмотреть и хотя бы немножечко ознакомиться с программой «Игр». Ну и давайте познакомимся с нашими гостями. Ближе к нам находится Дмитрий Накентьевич Шарин, главный судья Игорь Дыгына. И далее сидит Константин Семенович Бурцев, начальник управления физической культуры и спорта города Якутска. Добрый вечер. Ну и еще по совместительству главный организатор Игорь Дыгына уже на протяжении многих последних лет. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие гости. Скажите, пожалуйста, готовность к играм Дыгына, насколько вы сами ждете эти игры? Ну как вы уже сказали, я уже десятый раз организовываю игры Дыгына. Небольшой юбилей. Небольшой юбилей получается, и в этом году Игорь Дыгына местность Юскатын проходит 20-й раз. Юбилейный? Тоже юбилейный, если посчитать. Ну, очень волнуют события Игоря Дыгына. Там сама аура Юскатына и вот эти... Огромное количество болельщиков, да, ажиотаж. Совсем ни с какими другими мероприятиями спортивными, которые мы проводим в городе. Хотя мы год проводим около 200 мероприятий. Это несравнимые ощущения и в плане ответственности. Ну, поэтому очень ожидаемо. Потом, когда заканчивается, даже чуточки себя чувствуешь в пустоту. Да, неужели все кончилось, да? Да, да, да. У меня аж мурашки действительно по коже, потому что действительно все мы этого момента ждали. Все мы ждали это событие. Самое главное событие, наверное, да, в нашем национальных видах спорта. Дмитрий Накенчич, в качестве главного судей, да, вы тоже уже на протяжении многих-многих лет наблюдаете, работаете, организуете игры Дыгына. Вот в этом году какие новшества, как вы считаете, в чем будет отличие нынешних игр Дыгына от всех предыдущих? Спасибо большое. Да, действительно, уже 17-й раз вам судья этих игр. Ничего себе. Они раньше проводились в ипподроме, на ипподроме, потом в Исхатэнг. Действительно, раньше выступали те, кто желает, без всякого отбора. А сейчас еще и сложно. С прошлого года начали мы проводить отборочные турниры, и там участвовали в прошлом году первый турнир 36 участников было, нынче 304 участников было, и второй тур участвовало 19 спортсменов. И из них в первый тур вышли 5 спортсменов лучших, и во втором туре вышли 4 спортсмена, и в прошлогодние 3 призера. Так что будет 19 самых лучших, отобранных спортсменов, борьба будет жесткой. Конечно, по видам спорта, 7 видов спорта, они так и сохраняются. Спортсмены готовятся к ним заранее. Целый год готовятся. Да, слабые места подтягиваются, даже выполняют нормативы мастера спорта в связи с этим, готовясь к этому. Например, по хапсагаю, по другим видам спорта. Так что нынешний отбор прошел жестко. Ребята все готовились заранее. Есть тренеры, которые готовят их к этому специально. Например, сананцев Юрий Эверстов. Здесь Иван Белолюбский готовит несколько парней. Так что будет очень жесткая борьба. Для Ивана Белолюбского мы в прошлом году с ним обсуждали. Во-первых, он не только участник, он также тренер. Его же ученики участвуют на одном уровне вместе со своим тренером. Вот у нас тогда вопрос. 12 атлетов, в принципе, фаворитов как таковых здесь нет. А вот ваше личное мнение. Будут ли какие-то открытия и ждать ли нам каких-то сюрпризов именно от спортсменов? Ну, как уже сказано, после двух отборочных туров, но кроме призера прошлого года, попали те ребята, 9 спортсменов попали. Но новые имена тут тоже есть. Это Иннокентий Миронов. Да, Иннокентий Миронов действительно уже настоящее открытие, мне кажется. Настоящее открытие. И Леонид Филиппов в этом году попал в финальную часть. Это тоже спортсменов показывает. Да, Иннокентий Миронов из Алёкминска, Леонид Филиппов из Ангии, да, очень сильные атлеты, действительно. Николай Матананов тот же. Николай Матананов, он в прошлом году выступал, в финальной, ну, чуточку, будем считать, что опытнее, чем вот эти наши ребята молодые. Ну, на отборочных играх он себя показал самой лучшей стороны. Самой лучшей стороны. Да, очень хорошо участвовал, подготовленный. Кстати, надо сказать, что 10 из 12 спортсменов уже выступали на играх ДГНа, двое новичков. Но всякое может, это спорт, это и спорт, так что заранее предугадать, кто будет чемпионом, победителем этих соревнований, нельзя, конечно. Да, теми хороши, да, теми хороши, Игорь ДГНа, потому что не знаешь, что произойдет, да? Да, да, да. А что по поводу судейского состава? Вообще, сколько человек задействовано, насколько опытные и квалифицированы судьи? У нас в основном, ну, судья, главного судью, знаете, прекрасно, главный секретарь, тоже у нас известен постоянный человек, это Гаврил Семенович Попов, Миконголазский район. Судьи старшие по видам, ну, чуть-чуть у нас по видам меняется. Те судьи, которые работали, например, в прошлом году, бывает, заняты сейчас, в этом году, очень много по связи с юбилейной спорткредой, люди заняты, там, готовятся. Но все равно будут старшими судьями работать опытные судьи и помогать. И наша задача где-то, вот, года три назад мы решили сделать судейскую бригаду Игорь ДГНа компактной. Все, что, главное, старший судья и судья, например, на ковре и на помосте, вот эти, главное, они, а, ну, как, вспомогательная бригада, это все вот эти судьи, которые судят, все вместе судьбы. Да, конечно, вот старшие по видам спорта, они люди опытные, и надеюсь, что будет все объективно, в сторону судейства будет, я надеюсь, что будет все хорошо. Ну, а у меня следующий вопрос. Многие болельщики и вообще фанаты Игоря ДГНа, наверное, переживают про призовой фонд. А что нас ждет в этом году, и главный приз какой? Помимо, конечно, славы, да, и любви, многих фанатов, народной любви и славы, ну, все-таки здесь есть... Все равно, ну, кроме славы, любви народа, еще вот, все равно материальное стимулирование должно быть. Поэтому в этом году победитель Игоря ДГНа получит Хундай Солярис автомобиль. Новенький автомобиль. Ну, и за второе место мотоцикл, ну, тоже иностранного производства, но очень хороший мотоцикл. И за третье место такой же мотоцикл, но купом чуть-чуть поменьше. Ну, то есть, за что побороться, да? И каждый вид, победитель, каждого вида, раньше у нас такого не было, каждый победитель чемпион по отдельным видам, победитель получит 15 тысяч. Вот этот приз предоставляет нам спонсоры, это торговый дом Эмпельс. Вот, потом за второе место 10 тысяч, это тоже нам помогли компания Цикл, это наградная атрибутика, занимаются ребята. И за третье место Мир Спорта, магазин по 5 тысяч тоже. Ну, мне кажется, это тоже призы достаточно. Ну, прекрасно, спортсмены пустыми. Не уйдут, да. Каждый получит свой маленький, но все-таки такой хороший приз, да? И медали у нас именно для игр, для СФ и для игр. Для каждого вида, да? Отдельные медали есть, не как оригинальные, например, продаются. У меня еще один вопрос, у нас осталось буквально немного времени до рекламы. И вот ваше личное мнение, в чем вот популярность и в чем вот именно изюминка вот этих игр Дагина? Почему они настолько прижились у нас? Почему болельщикам надо завтра обязательно и послезавтра перейти на ИСХАТЫ и поболеть за наших спортсменов? Нет. Мне кажется, вот в последние годы, благодаря вот и спортсменам, и болельщикам, и нам, организаторам, тут похвастаемся чуть-чуть, мы довели вот виды спорта всего, вот это до, можно сказать, до такого уровня, что народу очень нравится это. Там, тут и все физические качества, я не устаю повторять человека, это скорость, выносливость, гибкость, лобкость. Сила. Сила, все есть. И последнее, это сила воли только остается. Сила характера, сила характера. Вот это решает. Поэтому все ребята одинаково подготовлены и решают вот этот. Да, еще раз подчеркнем, что в этом году игры Дагина действительно будут одними из самых конкурентных, да. В этом году у нас были выявлены сильнейшие на двух отборочных этапах и три призера прошлого года, да, Егор Филиппов, и два, Варданян и Кохлов, да, Алексей. Ну что ж, и напомнить необходимо нашим дорогим телезрителям о том, что НВК Саха будет вещать, вещать игры Дагина в прямом эфире, обязательно. Поэтому, если у вас нет возможности посетить местность Усть-Хатын, обязательно посмотрите это на наших каналах. Ну что ж, спасибо большое, дорогие гости. Мы желаем удачи спортсменам, также вам удачи и надеемся, что игры пройдут на самом высшем уровне. Ну как всегда, да. Спасибо большое, да. Ну а мы сейчас уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. И еще раз добрый вечер, с вами спортклуб. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир, и сегодня у нас в гостях есть человек, который у нас является единственным в республике мастером спорта международного класса по армлифтингу. Он эту корочку получил буквально недавно, и мы решили пригласить его в студию, чтобы он рассказал о своем опыте. Давайте знакомиться у нас сегодня в студии Игорь Кандаков. Здравствуйте, Игорь. Ну, во-первых, наше поздравление с таким потрясающим званием. И расскажи, как долго ты шел к этому, и вообще, как давно занимаешься армлифтингом и спортом в целом? Да, с армлифтингом я познакомился в 2016 году. Это на… ну, знал я о нем довольно-таки давно, а вот познакомился в 2016 году перед чемпионатом республики. Вот. Далее я поднял вес практически, ну, сразу фиксировал мастера спорта. Но об этом я не знал, я узнал только позже, когда он начал лазить по интернету там и вот выискивать, вот, где соревнования проходят более крупного уровня. И поехал далее в Челябинск. В Челябинске я стал второй абсолютки, первый своей в категории. По-моему, тогда я и посреди юниоров. У меня было пять золотых и две серебряных. Вот. Далее после этого я взял путевку на чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2016 году. В мае проходил. И вот я зафиксировал ровно на мастер спорта международного класса. Это 90 килограммов. То есть, и вот сейчас возникает вопрос. У нас у всех, и у нашей редакции возникает вопрос. В чем же разница между армлифтингом и пауэрлифтингом? Пауэрлифтинг – это тяга, жим и присед со штангой. А армлифтинг – это такая ручка 60 миллиметров. И вся сложность в том, что она крутится вокруг своей оси. То есть, ее нужно зафиксировать. Судья… Мы сейчас на данный момент можем посмотреть твои фото с твоих тренировок, с твоих соревнований. Но вот еще раз, это значит армлифтинг. Суть в чем? Суть в том, что судья поднимает руку, дает команду к снаряду, дается одна минута, поднимается вес, фиксируется. Судья опускает руку, вес также опускается плавно, не отпускает ручку. Судья показывает, ну и далее три судьи сидит, показывают, зафиксировал ли вес спортсмен или нет. Ну, то есть, разница в пауэрлифтинге и армлифтинге лишь в способе, в общем, поднятия тяжести? Нет, совершенно не так. Армлифтинг может быть именно сила хвата. То есть, атлетически может быть не отличаться. Пауэрлифтера сразу видно. Сразу видно. Накачанная грудомышл. Да, накачанная, большой грудомышл. А именно внутренняя сила, именно жила, сила хвата. Там буквально на 10 сантиметров приподнять вес и зафиксировать. Просто сложность в том, что удержать его нужно. Именно сила хвата. Очень интересно. А вообще до армлифтинга чем ты занимался? Ну, навряд ли. Ты вот буквально с 16-го года и получил такие результаты. Все-таки ты из какого-то же вида спорта пришел? Именно база была масс-рестлинга. База, вот именно там тренируется сила хвата. Поэтому, наверное, вот получается в 16-м году я уже на тот момент занимался 4 года. Масс-рестлинг. Масс-рестлинг, да. И тем самым вот мне помогла вот эта быстрая подготовка. То есть мне хватило трех месяцев, чтобы выступить на чемпионате мира. И я стал серебряным призером чемпионата мира. А вот да, про масс-рестлинг чуть-чуть поговорим. Насколько я знаю, ты собираешься принять участие на будущих играх Манчары в Верхневилюйске, да? Расскажи, пожалуйста, да, за какую команду, в какой весовой категории, как завоевал путевку? Завоевал путевку на чемпионате республики. Стал, по-моему, пятый или шестой, я не уточнял. Выступаю за Восьмайский район, за свой родной район, откуда я родом. Вот. Далее, в категории 90 килограммов. В ней фаворит Павел Черноградский, чемпион мира. До этого я уже становился два раза призером России, бронзовым. Также на пьедестале вот с Павлом Черноградским стоял. Ну, все сильные, все сильные. 16 там как бы элиты выступают. 16 сильнейших. Вот. Поэтому, ну, будем стараться. Ну, и как подготовился, как думаешь? Объем, ну, в принципе, думаю, выступлю достойно. Объема не хватает тренировок, ну, уже времени. Остается совсем немного. Ну, ты принимал участие в играх Мончары, ну, будешь принимать не впервые. Вот про свой прежний опыт тогда. Как ты думаешь, в чем была, допустим, может быть, ну, в чем у тебя были минусы твои? Или что вот тебе не хватило? В тот раз, первый раз, это было в 2013 году, я принимал участие. Я совершенно даже понятия не имел, куда я еду, честно. Мне просто, я взял путевку, получается, на чемпионате республики. Я стал, по-моему, 12-й. Мне все поздравляли, я даже не понимал, с чем, на самом деле. В Черопче, да, на играх Мончары? Да, 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 именно там. Вот, и очень, ну, интересно, мне понравилось. Уже целенаправленно готовился к следующим мигам, да? Да, там 4 месяца подготовки было. Ну, подготовился я, честно, несерьезно. Далее выступил, из 16-ти стал 8-й. И после этого только я загорелся именно масс-рестлингом. И начал серьезно заниматься. Вот, начал серьезно заниматься. Через полгода я поехал на Россию. Получилось тоже спонтанно, но был готов, именно готов. Там были чемпион Мончар, призер Мончар. Это Дмитрий Попов, всеми известный. Ты его хорошо знаешь, да, Дмитрий? Это мой хороший друг. Вместе занимаетесь? Ну, занимались вместе, да. Сейчас маленькая подготовка разная, вот, поэтому. Далее сын Анатолия Баишева, это Егор Баишев. Но в 2013 году, это было, чемпионат России проходил, по-моему, в октябре. На пьедестале они не стояли. То есть стоял только Паша Черноградский, Искандеров Роман. Это первый двукратный чемпион России. И я вот третьим стал. То есть ты, в принципе, уже тогда показал свои возможности, да? Да, ну, как бы, среди юниоров становился один раз первым чемпионом. То есть я завершил именно с юниорской, я вышел чемпионом. Игорь, скажи, пожалуйста, вот, покажи, пожалуйста, свою корочку, да, вот, мастера спорта международного класса, да. Как и при каких обстоятельствах ты ее смог получить? Ее я получить должен был в этом году. Я принимал участие на чемпионате мира. На чемпионате мира проходили они также в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира это было также в мае. Но в этом году я стал только четвертый. А вот, да, скажи, пожалуйста, Игорь, как ты думаешь, вот, человек со школы масс-рестлинга, да, перетягивания палки, да, сможет ли хороший уровень масс-рестлер поехать и стать одним из призеров на больших соревнованиях по арм-лифтингу, как тебе кажется? Думаю, да, если будет целенаправленно именно. Вот отмечу Дмитрия Попова, который вот, была буквально фотография недавно, да, показывали. Там мы стоим вместе с ним, с медалями, вот, он тогда стал вторым в абсолютке. То есть он поднял меньше меня на, по-моему, это было перед чемпионатом мира в 2016 году, он поднял меньше меня на 5 килограмм. Всего, да? Всего, да, на 5 килограмм. То есть если прям заняться серьезно, я думаю, вот таких ребят, как он, получится зайти в тройку. Игорь, ну ты можешь рассказывать о своих победах и о своих медалях, мне кажется, на протяжении всего эфира. А у меня возник такой вопрос. Вот одно дело получать медали, завоевывать, да, различные, там, значит, ну, первые, там, призовые, вторые места, да. А другое дело стать мастером спорта международного класса. Вот что для тебя это звание, какие двери перед тобой открылись, или, возможно, вот именно что тебе... Да какие планы у тебя, да. Да, да, дает вот этот мастер спорта международного класса. Планы, планы таковые, это в первую очередь память. Вот одно дело на слове, одно вот оно вот есть, и вот... И это сделал, да? Да, в первую очередь, естественно, это я оставлю для своих детей, чтобы они гордились, вот смотрели, и чтобы они тянулись к чему-то хорошему. Ну, то есть не именно занимались ерундой, а именно вот был примером для своих детей. Дети же это наше главное в жизни, как бы. Ну, и тогда расскажи вообще про себя, да, вот из какой-то семьи, ну, помимо того, что мы узнали, что ты из Усть-Майского района, чем ты занимаешься, вот, допустим, в свободное время? Все ли время у тебя уходит на спорт, или, возможно, у тебя есть еще другое образование? Да, ну, сейчас, в данный момент я нахожусь в училище Олимпийского резерва, ну, именно как студент, вот. Вот, из простой семьи, мама одна воспитывала двух детей, вот, за очень, что очень ей благодарен за это, вот, что справлялась с нами. Игорь, а сколько у тебя времени занимает спорт в день, да, вот, смотрю, такой, скажем, достаточно накачанный, хорошо подготовленный человек, да. Сколько у тебя времени занимает тренировки каждый день? Тренировки, тренировки, ну, наверное, как минимум, если я не готовлюсь к никаким соревнованиям, три раза в неделю, а если готовлюсь, ну, сейчас я действуюсь, четыре раза, пять раз в неделю тренируюсь я. Я, помимо этого, также тренирую в клубе «Спарта», как персональный тренер, вот, тем самым я провожу время в зале. Постоянно. Практически постоянно, да, и не выходя. Игорь, ну, а у меня возникал такой еще один вопрос, вот, какая у тебя мечта, вот, мечта спортсмена Игоря Кандакова? Мечта, мечта, ну, так, мечта, ну, всегда в голове крутилась с детства на пьедестал олимпийских игр, естественно, но я выбрал не тот вид спорта, да, вот. Вот, в этом году я хочу попробовать себя в греко-римской борьбе, совсем скоро после Игоря Мончар мы уезжаем на сборы, по-моему, в Чурапчу, насколько я знаю, это вот Матвей Матвей Мочус, старший тренер, вот, с ним мы уезжаем, именно по греко-римской борьбе. Да, Игорь, да. Планы у тебя замечательные, мы желаем тебе удачи и, конечно же, достижения всех поставленных целей. Спасибо большое, Игорь, ты являешься, мне кажется, примером для многих ребят и подрастающего поколения. Ну, а на этом время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, не прощаемся, увидимся в это же время, в следующую пятницу. Ровно через неделю. Всего хорошего.